В Запорожье, в подшефном Тверской области Бердянске, открылась выставка портретов воинов российской армии «Уголь земли русской». Увидеть работу можно в Бердянском художественном музее имени Бродского. Подробности в следующем сюжете. На выставке представили 20 работ четырех художников из Твери, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону и Барнаула. Это первая подобная выставка, ведь сам проект «Уголь земли русской» только набирает обороты. Мы приехали с первой нашей выставкой в город Бердянск. Очень символично, что эта выставка проходит именно здесь, в Бердянске, потому что когда я впервые приехала в зону СВО, первая остановка как раз-таки была в этом городе. Самое удивительное, что нам сразу же предложили площадку, сразу же мы связались с директором, все сразу почти наладилось, и вот мы ждали, пока наберется относительно достаточно. Работ должно быть еще больше, но сейчас это первый такой этап, первая наша выставка, поэтому работ немного, но это важно, что мы приехали. Сейчас уже пишет около 60 студентов в Академии Штиглица, Репина пишет, Барнаул. К нам подключился Якутия, Бурятия, Дагестан, Рязанская область, Иркутская область. И везде, ну прям с удовольствием, с желанием, инициатива абсолютно снизу возникла, а уже теперь художники получили вот этот импульс, вот эту волну, которая пойдет, и мы создадим уникальный художественный бессмертный полк. Это будет вот мощным художественным словом, создающим образ нашего времени, образ героя нашего времени. Авторы портретов создавали их по зову души и велению сердца, желая быть полезными Отечеству в тяжелые дни испытаний. И организаторы выставки, а также ее посетители уверены, что вклад людей искусства в итоговую победу невозможно переоценить. В моих картинах я бы, наверное, хотела выразить большую любовь и благодарность нашим воинам, нашим ребятам, которые отложили мирную жизнь и пошли защищать наши рубежи. Мой брат ушел на фронт добровольцем, как только началась специальная военная операция. И мне очень хотелось быть как-то рядом, ну хотя бы душой, чтобы помогать ему как-то морально. Когда я стал искать встреч с фронтовиками, и, естественно, я нашел этих людей. И эти люди оказались сильные, красивые, волевые люди, которых лично я считаю людьми героического склада характера и патриотического склада ума. Это вот последняя работа буквально вот с полей, скажем так. Ребят, которые на самом деле отважны. Воин, герой, которого смотрят. Я считаю, что именно это направление очень положительно скажется на патриотическом воспитании и молодежи, и старшего поколения. Вернет веру в отчизну, которая сейчас пришла, а не тот хаос, который здесь был. Украшением открытия выставки стали фрагменты из цикла документальных фильмов Олеси Шигиной «Отважные», ее стихи, а также выступление Бердянского ансамбля военно-патриотической песни «Зов». Но само оно очень быстро превратилось в искренний диалог неравнодушных людей о родине и патриотизме, о гражданском долге и традициях народа, о любви и ответственности перед будущими поколениями. Я выражаю вам огромную благодарность от лица администрации Запорожской области, Министерства культуры, ну и, конечно, от себя лично. Я сегодня получила незабываемые эмоции, впечатления. Это какая-то такая очень тяжелая тема, которая подается простым языком, с добротой и тепло, которое вы несете. Оно, конечно, бесценно. Особую откровенность и душевность встречи художников, организаторов и посетителей выставки придало присутствие на открытии матерей воинов, находящихся сейчас на переднем крае. Наша встреча с сыном была не запланирована. Мы просто ехали снимать фильм «Отважный». Да, среди них мой сын. Они все отважные. Представляете, как спать в землянке, когда понимаешь, что в соседней землянке спитываю сын. И тишина. Знаешь, что он рядом, что он близко. Выставка «Уголь земли русской» в художественном музее Бердянска проработает более недели, после чего отправится по регионам нашей необъятной страны, неся с собой теплоту, любовь и продзительную искренность, которыми оказалась пропитана эта первая встреча зрителей с портретами российских воинов.